Сегодня у нас открытие выставки нашего уважаемого Игоря Чебетова. Это художник из Харкова. Я хочу наголосить, что это очень интересно представлять самым мастера из иного места. Сергей Томихайло, пожалуйста, вернусь сюда. Спасибо. Этот проект действительно созрел достаточно быстро, потому что Игорь делал эту серию одесских пейзажей графических в конце зимы и в начале весны. И если вы обратите внимание, совершенно чудесным образом отображен свет и тень. Игорь рассказал о том, что когда в Одессе нет листьев на деревьях, ведь действительно мы знаем, что и здания, и сооружения, и площади, и какие-то углы, и дома, они выглядят совершенно иначе. Потому что когда художники, в частности, одесские, и мы прекрасно знаем Одесскую школу живописи, нашу традицию, как прописывается тень, когда вот такие играющие силуэты от этих листьев, какие-то такие вот свето-теневые любопытные игры, очертания, вот на самом деле здесь вот эта вот идея света и динамики, она отражена совершенно иным способом. Здесь есть вот такие некие динамические, если вы обратили внимание, линии, которые тоже создают определенное очень такое интересное ощущение. Кроме того, если говорить отдельно об Одесской школе и о Харьковской, то это тоже крайне интересный опыт для нас с вами, но не то чтобы сравнивать, как имеется, для того, чтобы просто расценить иной подход и иное видение. Игорь увидел Одессу вот такими вот глазами. Мы знаем, что Харьковская школа графики и Харьковская художественная школа вообще это высочайший уровень, это огромное количество талантливых художников и педагогов. И мы знаем о том, что очень много одесских художников и сейчас, и ранее учились в Харькове и получали мощнейшую базу. Нет смысла уже перечислять их имена. Это и Наталья Георгиевна Пахомова-Власова, это и Катя Егорова, и как бы множество разных совершенно студентов, которые потом возвращались в Одессу, и уже как бы имея вот это вот уникальное образование харьковское, они уже продуцировали какие-то тоже новые интересные художественные методы, подходы, поиски, и естественно, что это воплощалось в наличии высококлассных произведений. Но вернемся все-таки к нашему проекту. Мы вот с коллегами тоже вчера пытались разгадывать, где какой угол, потому что вот именно эта подача, она может быть, конечно, несколько загадочная. У нас есть привычные ощущения нашего города, такие ассоциации, которые у нас вызывают, мы можем, да, закрытыми глазами, сказать, где что у нас находится, особенно в историческом центре города, который мы обожаем, который мы бережем, который мы как бы так ценим, в общем-то, как вот наше нечто особенное, да, в нашей жемчужине море. Но здесь есть ряд каких-то работ и углов, и зданий, поданных вот таким образом, когда есть определенная загадка для зрителя. Нам нужно распознать и разгадать, где это, собственно говоря. Это определенное усилие, как мне кажется, и эстетическое, и интеллектуальное, и мы хотели бы нашим зрителям загадать эту загадку. Вы, пожалуйста, нам сообщайте, если вы расшифруете какие-то загадочные уголки нашего города, то это будет крайне нововременно. Я с вами закрывала. Так. Это торговый угол мне. Это называлось комплекс Старого Базара. Ну, браво, браво. Не, вот я. Смечательно, благодарим. Сейчас мы вернемся к нашим заданиям, да. Я хочу сказать, что в нашей беседе недавний с Игорем он признался в том, что считает Одессу европейским городом, что архитектура наша порой очень напоминает итальянскую, греческую и французскую. Мы прекрасно знаем, что это так, потому что все эти архитекторы, итальянцы и французы, которые проектировали, устраивали Одессу в свое время, они, конечно же, ретранслировали свои представления о прекрасном. И, конечно же, мы на сегодняшний день счастливы тем, что наш город именно такой, что именно такие здания совершенно восхитительные, с перельефами, с колоннами, с такими-то издражами порой, на этих великолепных площадях с фонтанами, которые еще, к счастью, в нашем городе есть, что они выглядят именно так. Еще я, собственно, хотела сказать, что в этой серии работ есть ряд, где есть одесские дворики. Ну, тоже совершенно какой-то иной, необычный очень взгляд. И вот эти вот элементы, вот такой тоже, как бы, ну, да, можно выписать, допустим, графику, совершенно все под прямым углом. То есть, как бы, там, где рационально, теоретически, оно должно быть так. Но мы же знаем, что на самом деле все немножко подвижно, оно все немножко пластично. И, как мне кажется, именно вот эта вот пластика, она тоже чудесным образом отображена в работах Игоря. И это создает какую-то целостность, какую-то очень неожиданное, случайное, как мне кажется, вот этих вот произведений. Так что вы, пожалуйста, тоже против доброй обратите на это внимание. У меня было каких-то много мыслей, вы знаете, но я все растеряла. Если кто-то хочет, может быть, что-то сказать, то я предлагаю лута спрятывать специально людям, чтобы мы ее не нагружали этим проречением. Ну, ладно. То есть, нам кажется, что этот проект очень уместный, очень интересный, что в нем есть, конечно же, нечто эксклюзивное для наших зрителей, для наших постоянных посетителей, потому что вот этот вот необычный новый взгляд на Одессу, который на достаточно большом расстоянии находится от традиционного взгляда наших уважаемых и любимых одесских мастеров, и не так давно проходила выставка в Союзах художников на Греческой, там был тоже одесский пейзаж и одесские улицы. Мы видели, какое вообще фантастическое разнообразие подходов наших авторов, как они тоже любят этот город, как они хотят его писать. Бесконечно пишут, условно говоря, один и тот же сюжет, такой, как, допустим, оперный театр, Соборная площадь, филармония одесская, я не знаю, Щепкина, допустим, улица Елизаветинская, угол Преображенской, выход из городского сада, это пастер и угол Преображенской. Это уже, как бы, отыгранный сюжет сотни раз. Два шара на Лонжероне, это то, что мы прекрасно знаем, то, что мы любим. И каждый раз мы не устаем изумляться и радоваться тому, какой удивительный новый взгляд нам предлагают художники. Это просто какое-то чудо, это ведь бесконечная парадигма, которая позволяет нам ощутить искусство. Что касается названия, мы назвали этот проект Мисца Силы. То есть, это место силы, имеется в виду, на русский язык перевести. Мы считаем, в общем-то, Одессу городом, который и на сегодняшний день особенно, и в принципе, на все времена был местом силы. Потому что здесь живут очень необычные люди. Потому что одесситы считают себя самыми лучшими, самыми главными. Мы шутим об этом всегда, берем в кавычки, это, конечно. На сегодняшний день всем очень трудно в нашей стране. В Украине идет война. Это страшная трагедия. Об этом очень можно долго говорить, описывая наши чувства, описывая ту колоссальную боль, которую мы испытываем межосекундно. И если мы сегодня собрались все вместе, мы нарядные, мы улыбаемся, мы выкидем немного вина, мы говорим о прекрасном, то это абсолютно не означает, что мы вроде бы как не замечаем, что происходит вокруг. Мы просто в какой-то момент поняли, что мы должны делать свою работу, мы должны проводить выставки. Наша галерея, между прочим, исполнилась 4 года. И за время войны, я считала, мы провели 20 выставок художественных проектов и фотопроектов за эти, скажем, год и 4 месяца. И как нам кажется, что это достаточно большой результат. И что самое главное, что мы даем возможности художникам выставиться все-таки, да, живописцам, графикам, скульпторам нашим уважаемым. Мы проводили десятки концертов в стенах нашей галереи. Мы собирали средства на поддержку вооруженных сил Украины, на помощь беженцам и детям. Это какие-то смешные деньги, понятное дело, но все равно это какие-то искренние, совершенные движения сердца и наши надежды на то, что вдруг это кому-то поможет, вдруг для кого-то это будет важно. Я хочу сказать, что вместо силы это на самом деле это Украина сегодня, которая во всем мире как бы является вот этим вот пульсирующим, огромным сердцем, которое дай Бог уже поскорее уже станет как бы, да, там мирным, здоровым и благополучным. Мы все надеемся на это. Мы все делаем абсолютно все, что от нас зависит для того, чтобы поскорее это осуществилось. Но при этом вместо силы это еще и каждый из нас, каждый отдельно взятый человек. Молодой, зрелый, художник, простой гражданин. Это тоже, ну, вместо силы это то, что мы ощущаем в глубине своей судь. Поэтому я очень надеюсь, что этот проект привнесет, в общем-то, в художественную жизнь нашего города какую-то свою новую страницу, что это даст новые впечатления, новые переживания, новые открытия, в частности, новые открытия Одессы. Простите мою многословность, я благодарю вас за внимание и передаю слово нашему обожайному актуру. Ну, прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо Кате, как руководитель всех галерей, которая живет, которая и друзьям, в том числе, моим, которое все вместе помогло осуществить этот проект, то есть показать эти вещи. И это действительно очень большое искреннее спасибо и это очень большая поддержка меня как художника, как человека, в том числе. Спасибо. Этого первого. Что можно сказать о работах? По сути дела, мне сложно говорить устно, потому что уже, мне кажется, все, что нужно было и можно было сказать, уже как-то так на бумаге уже есть и все это, я думаю, что что-то, что-то из этого всего получилось. Но по большому счету, это мое личное знакомство с этим городом, прежде всего. Почему? Потому что, да, мы пробегаем мило по улицам, и видим многое, и только когда берешь в руки карандаш и начинаешь разговаривать с этим, он рассказывает, начинает рассказывать какие-то те вещи, которые становятся удивительными. каждый днем всего это становится больше и больше. Это действительно драгоценный город. Действительно драгоценный город. И действительно мои путешествия по Европе, здесь угадываешь иногда уголки, которые вызывают ассоциации, в самом деле в Италии очень многие вещи здесь не сохранены благодаря, и прежде всего, конечно же, гривям. Вот. Ну, еще хочу сказать спасибо вам, что вы нашли время и уделили. Я надеюсь, и очень хотел бы, чтобы вы не разочаровались и получили то, что хотелось вам донести своей работой. Спасибо вам. огромный и я надеюсь, что вы не можете поднимать. Суточку расскажите о вашей технике, пожалуйста. Ой. Пожалуйста. Дело в том, что в этой технике нет ничего совершенно этого. Это обычная, традиционная работа с мягкими материалами. в общем-то, ничего такого сверхъестественного нет. Мягкие материалы предполагают работу соус, сепия и другие. То есть, они как работают как по мокрому, как и по сухому. с растушевками, со всеми вещами. То есть, в принципе, это, наверное, самое податливое, самое легкое, самые простые материалы, которые, собственно, в руке существуют. Вот здесь тайны точно нет. Это можно пробовать. Если будет другу нужно что-то создать, придумаем какой-то типа мастер-класс, мы это организуем, я еще это покажу. А можно дать? Слушайте. Ну, все. Все мои знания я отдаю студентам, если кому-то это интересно. Это было бы очень здорово. Вопросов нет. Спасибо большое. Это самое простое, что мы можем сделать. Конечно. Ну, друзья, мы можем даже какой-то проанонсировать в определенную дату мастер-класс. Вы представляете вообще от такого мастера уникального? У нас год он шла. У нас год он шла. Хорошо. У нас год он шла. Я уже проказирую. Завтра. Ну, хорошо, друзья. Если кто-то желает высказаться, может быть, пару слов на какие-то впечатления у кого-то есть. Желаете? Прошу. Вы правильно обратили внимание. Я сначала посмотрела, я смотрела на маленьких зимах. И специалисту садоводства сказала, что сад виден зимой. Позднее осенью и зимой. Тогда вы увидите, что у вас получается. И я бы садку, например, назвала одессовой глазами Харковчанина. Потому что вы... Нет, цирилла в скобочках. Потому что вы, как чужой человек, вы увидели свежим взглядом другое. То, что мы не видели, можно даже сказать, что вы нам указали пальцем, вот на это, на это. А некоторые мы даже не можем узнать. Вы так красиво нарисовали. У нас прям ходит как что, где, когда. Мы будем отгадывать, что, как. Но это очень интересная работа. И вот эти дворы, там, не что-то среднерековое, я напомнила, какого-то там среднерекового или ворота, там есть какие-то маленькие дворики, где-то средние. По поводу нашего города, что мы красивые, действительно. У меня брат плавает, и он говорит, очень мало городов, которые действительно красивые. Говорит, мы иногда приходим в город, у нас нет свободное время. Мы вышли, осмотреть не на что. Например, не то, что ты решишь в кресле, но все равно в Саугенскане не на что смотреть, кто ни в коем-какому музей, циталью, что вы здесь и есть. Вот, и да. А у нас есть на что, да, так сказать. У нас есть на что смотреть, и вы нам еще раз это показали, что мы живем, да, в таком расследовательном возможности. Друзья мои, наши друзья, все спасибо вам.